Всем привет, друзья! С вами Федя, и добро пожаловать на мой 171 выпуск под названием «Ночная сова». Сегодня мы с вами поговорим о сегодняшнем дне. Сегодня я встал пораньше немного, потому что я почти всю ночь вертелся и... Ну, не всю ночь, конечно. Ну, хотя бы... Ну, хотя бы... Сколько-то поспал. Вот. Встал. Пошел помылся. Папа тоже проснулся. Вот. Помылся. Мы немного посидели, а потом пошли завтракать. На завтрак у нас были там тоже маленькие такие сосиски были. Вот. И поэтому... Вот так вот. Потом мы пошли переоделить. И пошли поплавать сначала на море немного. Вот. На этот раз я не очень привык к морю, поэтому, да. Мы немного там поплавали на море, отмылись от морской воды, вернее, от песка. Вот. И пошли в бассейн. Много мы там плавали. Там был фонтан массажный. Вот. И там еще папины друзья плавали. Потом мы пошли в номер. Пришли. И папа сказал, что он поедет на специальную площадку, где будет проводиться мероприятие. И поэтому мы останемся там с Викой. Но Вика меня привезет там, на эту площадку. Вот. И сказал мне, чтобы я ее слушался. Еще он мне там установил приложение ВКонтакте на моем iPad. Ай-пэде. И. Ай-мессенджер на моем телефоне. Вот. И сказал мне, чтобы я ему писал, если что. Вика тем временем там спала. А, кстати, в бассейне сегодня плавал. Вот. И, короче, вот так вот, да. Я ей писал, 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 писал. Еще и папе писал, 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 писал. Вот. Нет, мы сначала пошли пообедали. Я там съел котлеты. А потом папа поехал на эту площадку. Да, я ему писал, писал, не отвечает. Вики тоже писал, писал, не отвечает. Но она же спала. Я это не знал. Вот. Потом через некоторое время она мне написала, в конце концов. И сказал мне, что она поедет в бар. Попьет там в ух лица, блин. Вот. И, короче, вот так вот, да. Потом через некоторое время она вернулась из бара. И попросила, чтобы я быстро одевался. Мы быстро оделись и пошли, поехали на площадку. Вот. Она мне сказала, чтобы я оделся. Через 15 минут она придет потом. Через 15 минут этих. Вот. Я так и сделал. Быстро оделся. Надел, что она мне дала. И потом... Да, она пришла, и мы поехали в автобусе. Но мы не одни были. С нами еще поехала вся детвора папина. Приехали. И зашли там в отель. Там зашли в отель. Там папа командовал сначала. А потом через несколько времени уже началось. Вот это вот веселье. Ярмарка. Вот. Ведущие были. Были. Два ведущих. Даже трое. Ой нет, четверо ведущих. Вот. И они там рассказывали, как они начали свою работу RCG. Вот. Как продолжили и... В конце концов, как будут продолжать. Вот. И они еще называли людей, которые награды получили. Но, конечно, перечислить я их не могу. Нет. Нифига. Это очень долго. Перечислять их так. Вот. Ну, короче, много людей получили награды. И еще некоторые мои друзья получили тоже награды. Вот. Статуи... Статуэтки золотые. Потом мы отдыхали. И потом нам рассказывали еще про пятилетие всякое. Как они будут продолжить... Как они продолжили свою работу. Потом еще перерыв. Потом про третье, пятилетие. Потом еще перерыв. Потом последнее пятилетие. И... Да. Сегодня RCG исполнилось 20 лет. А начали они работу эту... Примерно в... Тысячи... Девятьсот... Девятьсот... Тысяча девятьсот пятнадцатом, наверное, году. Я уже точно не помню. Но, наверное, так вот, да. И главная цель стать самыми популярными этими самыми компаниями, да. В России, в Европе, ну и вообще во всем мире. Ну так спешить, конечно, не надо, да. Вообще. Это только мой совет. Вот. У вас могут быть, наверное, разные советы. Вот потом еще отдых был. А потом... Самое веселье. Мы начали просматривать фильмы и выбирать самый лучший. Самый лучший немного получше, но и совсем... Ну... Вот. Примерно вот так вот. Вот. Первые пошли... Не какой-то там фильм. Я уже не помню. Не какой-то. Он назывался... Время вперед. И да, я забыл вам рассказать про некоторые фильмы. Да, там рассказывалось, как они возвращались в будущее, чтобы... Решить там какую-то там проблему. Ну, у каждого фильма... Да. И все это в офисе происходило. Ну и вообще во всей Москве. Да. Вот. Вторые пошли, наверное... RCG Galaxy. Это новости были. Фантастика такая. Какой они субъект там находили и прочая-прочая хрень. Вот. Да. Пришельцы там всякие были, короче, да. Там... Там пришельцев. Вот. Дальше пошел триллер. Он назывался «Ценность». Вот. И они... И актер там пытались... Рассказывали, как все происходило, короче. И... В общем, да. Кстати, я перепутал. Любить любовь... Второй пошел. А потом пошла RCG Galaxy. Ну, в общем... Любить любовь... Да. Да. Там история любви. Как трудно не иметь любовь и всякая прочая хрень. Вот. После триллера пошел фильм «Вайлд Вест». «Вайлд Вайлд Бриф» назывался. Там был «Красный Джо» и еще кто-то. Там нужно было доставить сумасшедшего клиента к шерифу. Вот. И... Короче, вот такие вот. Вот такой вот фильм. Дальше хоррор-муви. Да. Вообще не страшный был. Особенно, когда папа шел убивать. У него там топор был. Откуда он взял топор? Вопрос вы зададите. Он его купил. Купил в магазине, блин. И убивал. Там еще была сценка с интернетом. Сценка с... Эм... С туалетом. Где там какой-то манстрюга вышел. И... Вика это боялась очень больше всего. Да. Короче, да. Вот так вот. Дальше шел детективный фильм. Не помню уже, как он назывался. Но там были... Да, там тоже портались решить какую-какую проблему. Но актеры, которые я запомнил, были... Два брата Колобка. Да. Два брата Колобка. Вот. Дальше пошла сказка. Да. RCG. Маркер мечты. И, кстати, да. Не надежды, он был, а мечты. Вот. Короче, да. Там... Да. Там кто-то украл этот маркер мечты. И поэтому вот так вот. Дальше... Был отдых. И потом пошли два суперфильма еще одни. Вот.